Спонсор данного ролика Dark Gold В Dark Gold вы сможете приобрести души по самым низким ценам с монетами и случайным редким снарожением в подарок. Также вы сможете приобрести алмазного персонажа на свой аккаунт. Все товары для Android и iOS. Прокачай свой аккаунт максимально. Ссылка в описании. Здрасте. А что это тут у нас сегодня будет? А будет у нас башня Хрин Куэй и Боль 200. Да, вы не ослышались. Именно Боль 200, так как бои с боссами в конце уже этой башни это уже реально боль. Я вам это говорю как самый лучший блогер по Mortal Kombat Mobile. А вы же меня знаете, правильно? Поэтому прямо сейчас я попрошу вас подписаться на мой канал и нажать на колокольчик, если вы не сделали этого ранее. Ну а также обязательно поставить свой лайк под этим роликом, ведь ролик будет достаточно интересным. Значит, все. 200-я битва. Последняя. И вот такие, значит, боссы. Босс великий гад Саб-Зира. Смотрим, что у него. Он сам, кстати, воскресает. И у него ледяной шар. Понимаете? Он сам воскресает. И плюс еще ледяной шар его воскресит. То есть он воскреснет два раза. Это понятно. Так, дальше. Босс МК-11 Нубяра. Нубяра, значит, что у нас Нубяра может? Так, Нубяра сам не воскресает. Ледяного шара у него нет. Но не все так просто, как бы так казалось. У нас есть босс МК-11 Саб-Зира. И знаете, что у него есть? Во-первых, у него есть ледяной шар. Это значит, что он все-таки воскреснет. Но он своей пассивкой воскресит еще и Нубяру. То есть эти трое каждый воскреснет. Тем более, босс Великий Гад Саб-Зира воскреснет два раза. Нубяра один раз. И МК-11 Саб-Зира воскреснет один раз. Я думаю, вы поняли. ХП у них дохренища, конечно. И давайте я вам покажу снарягу, с помощью которой мы, значит, это все будем проходить с вами. Шансун. Смотрим. Вот такая снаряга на Шансуна. Так, вы увидели, все понятно. МК-11 Саб-Зира. Здесь у нас поинтересней. Короче, когда я проходил вот эти, вот знаете, бои все, которые не вошли в ролики, мне выпала снаряга. И теперь я могу делать бруталку. Вы видите, есть скипетр Коэляна, есть наручек Коэляна. Поэтому я поставил. Ледяную маску вы уже видели. Она у меня была. Вот такая снаряга на Саб-Зира. И теперь, значит, снаряга на Скорпиона у нас какая. А на Скорпиона у нас довольно такая простая, ничем не примечательная снаряга. Я думаю, я вам показал. Знаете, теперь можно идти и пробовать вздыхать в этом бою. Или убивать их. Короче, посмотрим, как будет. Но, блин, такая команда, конечно, с этой снарягой и пассивками, вообще какая-то слишком такая, знаете, отбитая. Кто эти команды составлял? Такое ощущение, как будто эту команду я составлял. Только я такие дебильные команды могу составлять и идти в войны фракций, чтобы бесить игроков, потому что я всегда любил составлять отряды, где некоторые персонажи воскресают по три раза или у них основные атаки постоянно с критами. И здесь такая дебильная команда просто. Чтобы максимально вам трудно было. Разработчики, конечно, постарались, постарались. Все, с вами идем, значит, боль номер 200. Они еще, кстати, боссы нам могут бруталочку захренать, понимаете? Вот, значит, сегодня, я думаю, мы с вами закончим проходить башню Хринкуэй. Это будет замечательно, но надо убить вот этих всех гадов. Для тварь какая. Сразу вторым спецприемом в начале боя. На, и все. Хорошо у меня, конечно... Что у меня там стояло, я не помню. То ли ледяной шар, то ли это Саб-Зиро его воскресил. Короче, пофигу. Если я сейчас буду вам подробно рассказывать, мы с вами нахрен проиграем этим дегенеративным ботом. Хотя мы и так, понятно, не за одну попытку это пройдем, потому что это, конечно, блин, очень сложно. Ну, Бяра выскочил. Ну, Бяра, обшел вон. Мы меняемся! Мы меняемся, блин! Он успел убить. Почему ты Саб-Зиро сразу не поменялся, а? Тварь! Мой Саб-Зиро. И этот вражеский тоже. Бей критами! Блин, и криты не проходят. Дебильный бой вообще. Я же говорил, боль номер 200. Ля! Сдох. Все. Поздыхали все. Прекрасно! Сколько мы урона нанесли? Сейчас посмотрим. Вы видели? Дичь! Сейчас посмотрим, сколько мы урона нанесли. Кстати, знаете, в чем прикол? Разрабы писали, башня пропадет 8 марта. Я сейчас ее прохожу в 18.55 8 марта. Скорее всего, в 19.00 или меня выкинет из игры, или потом, если я случайно выйду, то в башню больше не пустят. Урона мы вообще нихрена не нанесли. Это самый дебилизм получился. Короче, давайте с вами дальше идти. Я надеюсь, сейчас у нас нормально получится. У них же не у всех дичайший урон. Но, блин, они когда используют спецприемы, они вообще какие-то, я не знаю, неадекватные. Чего у них так много урона? Чересчур. Это из-за снаряги, скорее всего. Потому что так они, ну, блин, по прокачке, они хреновые. Но они как-то, когда в бою, вы видите, урон какой-то дичайший проходит. Я в шоке. Давай сейчас вторым спецприемом, может, кританем. Кританем мы? Нет, мы не кританули. И на! Я думаю, вы видели. Опять этот второй спецприем, который просто-напросто... Ты что не сделал? Какого хрена ты не сделал второй спецприем? Я ж нажал. Это как будто специально, знаете, какая-то открутка. Если во всех боях я играю, он второй спецприем делает без проблем. То в этом бою он его не сделал. Ну, алмазки десятого слияния. Как вы видите, что мы можем алмазками десятого слияния это пройти? Вот, это алмазки десятого слияния у меня. Похоже, что это алмазки десятого слияния. Ни хрена не похоже. Просто на, боты отхреначили мой отряд. Потому что у них дохренища ХП и куча снаряги. Таким темпом я не знаю. Мы вообще сегодня пройдем хоть чуть-чуть. Опять ни хрена не нанесли. Давайте поменяемся. Поставим сразу Скорпиона в отряд, чтобы Шансун у нас не вздыхал самым первым. Так. Ну, сейчас попробуем. Я не знаю, поменяется ли что-то у нас с вами. Вот. Я даже ударить не успел. Вон, сразу видели, сколько он урона наносит. Я не знаю. Алмазки три. Алмазки десятого слияния, шестьдесятого уровня. Все карты поддержки. Все как положено. Притом, видите, они вообще не тянут. Ты хоть, блин, пассивки. Снаряга. Меняй, не меняй. Ни хрена не получается. Убегаем. Ну, он зашел в фуловый Шансун. Похоже, что он зашел в фуловый. Нет. Давайте делаем второй спецприем. Восстановит ли нам это ХП? А, ну восстановило. Согласен. Давай, Шансун. Может, у нас что-то получится нормальное. А то говно какое-то получается, я не знаю уже. Самый, знаете, бесячий бой этот вообще. Прям этот бой меня из себя выводит. Такой дебилизм у нас получается с вами. Так, значит, короче, ты что не взял второй спецприем? Я нажал. Как будто специально какие-то баги происходят именно на 200-м бою. В других боях багов никаких не наблюдается. Зато здесь лагает и лагает прям. На. Эй, оглушение... А, прошло оглушение. Нормально. Криты. Криты пошли. Ты что отошел? Он не достал в конце. Молодец. Иди нафиг. Так. Давай ты с критами сейчас, Скорпион. Давай второй спецприем с критами. Неужели ты смог? Давай. Так, валим. Сваливаем. Есть. Наконец-то с первой попытки он сделал нормально второй спецприем. Без багов, без всякого дебилизма. Давай еще. Давай. Нам хилиться надо. Время кончается, но мы их немножко, видите, пощипаем. Пощипаем. Так. Сейчас меняемся. Тут важно, чтобы Скорпион наш хорошенечко кританул вторым спецприемом. Ну, типа так, да. Хотя хп вообще не отнимается практически. А теперь мы меняемся на Саб-Зиро и делаем второй спецприем. Он тоже у него достаточно мощный. Не получилось, конечно, на оглушение сработать. О, зато он нам сделал второй спецприем. Молодец. Так, время прошло. Сейчас будем с вами смотреть, сколько мы нанесли. Ну, если бы хочется сказать, да, не хватает прокачки, там, урона здоровья. Но, три алмазки, десятое слияние, все карты поддержки, все спецприемы, снаряга. Уровень шестьдесятый. Че еще надо, я не знаю. Игра залагала, да? Девятнадцать ноль одна. А-а-а. Че, знаете, у меня такое чувство, что нас сейчас выкинет из башни. Типа, башня Лин Куэй, событие завершено. У нас же всегда в игре все происходит в девятнадцать ноль. Ну, по моему времени в девятнадцать ноль появляются новые паки. Вся фигня. Мне кажется, сейчас, короче, башня закончилась. Понимаете, нам награду не дали, типа, все, пошел вон. А не. Нормально, все. Я зря испугался, так сказать. Я просто точно видел сообщение, башня Лин Куэй завершается восьмого марта. Сегодня прям. Я сегодня, восьмого марта, днем видел это сообщение. Но я не пойму, когда именно эта башня пропадает. Во сколько времени она пропадет? Ай! А дебильное это окно смены. Я поменял шансуна на Саб-Зира. Ты хоть крита не уже тогда в образе Саб-Зира. Блин, стой. Давай, сейчас нам сваливать надо, понимаете? Сейчас сваливать? Есть. Молодец. Давай, Скорпион. Ну, твоя задача критовать, ты же понимаешь. Второй спецприем и на критах вот так. Да-да-да. Молодец. И вообще, желательно бесконечно на Сидово и критический урон. И мы вывезем этот бой. Прям с нуля. Ты куда разогнался? Тварь! Че ты делаешь? Ну, тварь реальная. Че сказать? Этого двойника своего высунул. Молодец. Сокрушительный ударчик нам сделал. О, у нас криты прошли. Нормально? Давай, давай. О, криты! Ни хрена себе, какие криты прошли. А, так это ж двойник. Это двойник, правильно? Это ж... Это получается нереальный Нубсайбет. Это его двойник. Он сейчас придет, такой воскреснет. Скажет, я обвернулся. Пошли вы вон. Сейчас вы будете сливать. Я вернулся. А ну и что? Бруталка? А, не, не бруталка. Да, это был клон, короче. Все, расходимся. Есть. А или нет? Ну. Это клон же, правильно? А, получается клон воскрес. Ну, как бы обычный Нубсайбет, он в плаще. Вы видите, он сейчас без плаща. Нам надо... Встаем. Короче, бой жесткий какой-то. Плюс они же все будут воскресать. Кого б я не убил сейчас. Понимаете? Они все будут воскресать. Каждый. Каждый из них. А великий гад Сабзиро Мастер вообще два раза. А если мы сейчас, знаете, оставим его, у нас будет в следующем бою у него так мало ХП? А ну, подождите. Вот, я специально его оставил, не убивал его. Это вроде бы как клон, но ХП у них общее будет или нет? Ну, вот сейчас мы с вами посмотрим, сколько у Нубасайбета ХП. Вот так. Это надо было убивать клона, видите? ХП все равно осталось. Тупанул, тупанул. Жаль. Так. Валить надо. Просто сваливаем. Сейчас вот так. Есть. У нас, видели вы, Скорпион у нас замедленный. А, так и этот замедленный тоже. За кого мне играть? На них морозилка наложилась, они все замедленные. Так, есть. Сейчас будем лечиться. У нас уже потрепали, но мы сейчас ХП свой вернем. Вернули. Криты пошли. Молодец, Шансун. Молодец. Нам надо наносить критический урон. Вообще этот бой пройдем, я не знаю, сколько попыток надо. 190 я прошел за 4 попытки. Ой. Все, да? А, ну, а, хотя не, я сейчас, смотрите, я воскрешаюсь и тяну ХП себя на 100%. О, а теперь я сваливаю. Сейчас желательно сделать второй спецприем. Сейчас опять клон будет, да? Конечно, сейчас будет клон. Вот тварь. Они еще все воскресают, плюс еще этот клон хреновый. Сраный клон. Убей, убей, тварь. Убей эту тварь. Так, если иммунитет у босса, у этой фигни не должно быть. А нет, у него тоже иммунитет. Давай. Убей. Можно ему бруталку сделать? А нет, нельзя. Мы не можем сделать ему бруталку. А толку вообще, да, с вот этого? Я сейчас время трачу, убиваю этого. А он сейчас реальный нуб, да, придет. А, нет, он воскрес. То есть воскрес клон. Если мы его убиваем, приходит реальный нуб и дает нам по морде. Это бессмысленно, понимаете? Это просто как будто бесконечность какая-то. Реально, как какие-то два портала. Вы в один идете, с другого выходите и так бесконечно. То есть они все воскресают, плюс этот клон. И в каждом бою он есть, и он тоже воскресает. Хотя, если клон заюзал ледяной шар, значит, реальный нуб сайбот ледяной шар юзать не будет. Я так, вот. Ну, у него хп за туда хренище, ему все равно, да? Время закончилось. Я не знаю, сколько нам надо времени убить, чтобы пройти этот бой. Сколько просто. Уже пять попыток мы просрали. Ну, может, мы хотя бы от великого мастера убьем. И нам уже будет легче. Ну, хотя он два раза же воскреснет, правильно? То есть, да, не сильно нам легче станет. Мы его раз убьем, два убьем. То есть надо его три раза убить в этом бою. Да, это первый связь с приемом у него был. Я думаю, вы видели. У него был такой первый связь с приемом. На все хп шансуна у него первый связь с приемом. Интересно. Валим. Сабзира у нас фуловый. И это тоже фуловый тварь. Так, давай, критой. Критой! Есть второй связь с приемом. Сейчас нам максимально набить. 93. Ну, оглушение пройдет. Не прошло. Просто сломало всю мою тактику. Было поглушение, было проще. Так нет. Немножко подлечимся. А сейчас опять эта тварь клона приведет, правильно? Отожрем у него немножко хп. Вот так. Сваливаем. Вот, сейчас, да, сейчас, смотрите. Опять сейчас клон придет, да? Ну, то есть мы несколько попыток с вами делаем абсолютно одно и то же. Ну, да, смысл сейчас какой? Он сейчас воскреснет еще, правильно? И это всего лишь клон. Мы убиваем два раза клона. Потом приходит реальный нуб. И все. И нас убивает. А если не он нас убивает, так кто-то другой. Ну, это бессмысленно, вы видите? Я не знаю, как надо критануть, чтобы ее убить. Никак. Второго светсприема у Скорпиона даже не хватает. Уже опять 20 секунд остается. Мы просто каждый бой делаем одно и то же. Сейчас он нас убьет. А не, он не убил. Ну и ладно. Все бои я легко проходил. Этот дебильный какой-то. Я, кстати, сколько я убивал этих нубов, я ни разу не видел этого клона. Тут он просто приходит регулярно. Вот, пришла эта тварь. И сейчас она нас будет убивать. А, нет. Поражение. Нам же времени не хватает. То есть сейчас, если я пойду еще в один бой, будет примерно то же самое. А другим мы не успеваем наносить, так как приходит нуб с этим клоном. И он не меняется. Ну, ХП у них, видите, остается на одном уровне. Давайте, не знаю, Саб-Зиро первым поставим. Попробуем еще попытку. Попробуем сейчас вот так. Саб-Зиро поставим. Может, это что-то изменит. Ну, хотя нам уже морозилку, знаете, наложили. Мы уже замедленный. Накидал. Накидал, конечно. Надо бы ему второй... Делай второй, наконец. Пока Нуб Сайбот не приперся, нам надо хорошенько кому-то нанести урон. О, приперся. Молодец. Так. А, ну... Блин. Опять не туда нажал. Я готовился делать второй СИС-прием. Но этот дебильный интерфейс, конечно, вообще неудобный. Еще хуже мы с вами сыграли этот бой, чем прошлый. Все. Сдох. Такое вот у нас, знаете, бессмысленное времяпровождение получается, играя в эту башню. Вот. Но! А вы видите, я абсолютно честно прохожу. У меня три персонажа. Я их скачал на фулл, поставил им снарягу. У меня, конечно, нету эпической снаряги десятого слияния, накрученной, как у некоторых людей, которые проходят эту башню, да и вообще. И у меня нету критов на полтора миллиона, как вы видели. То есть я честно прохожу. Вот вы видите, что будет, если проходить честно. Да, мы проходим вот так. У меня есть, конечно, эпическая снаряга, но она вообще без слияний. Это то, что я честно заработал в этой башне. Никакой ни накрутки. У меня нету крученной снаряги эпической десятого слияния. И у меня нету накрученных там на урон критов по полтора миллиона, как у некоторых людей на ютубе. Я думаю, вы видели такие ролики по прохождению башни. Двухсотый бой. Вы видите, ни хрена не легко проходить этот двухсотый бой. Просто команда максимально такая дебильная подобрана, чтобы вы как можно больше страдали. Всё, я думаю, какой смысл тратить свои нервы, своё время на вот эту вот хрень. Всё равно, что я получу карточку алмазного сабзира в виде награды. Да нахрен мне надо. Я могу сейчас пойти в магазин, пооткрывать паки. Ну не сейчас, а вообще, когда души будут. Да и какие-то алмазные сабзира у меня были. Ну вот, сейчас смотрим. МК-11, вкачанные на десятое слияние. Дальше поехали. Есть у меня ещё сабзира? Есть сабзира холодной войны. Раз, так, смотрим, смотрим. И сабзира круга тени. Какого у меня сабзира не хватает? Смотрим, какого у меня сабзира не хватает? А никакого, у меня есть сабзира. Всё, нахрена мне эту башню проходить? С вами был DarkX. Увидимся в следующем ролике. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok